Вторая часть Симбирской кругосветки начинается сейчас, почти ночью. И путь наш лежал в Сурский район. Несмотря на то, что выехали мы затемно, к назначенному месту успели в срок. Ехать быстро позволяла освещенная трасса. Кстати, дорогу на Сурское недавно отремонтировали. Поэтому поездка в район сейчас – легкая прогулка без ям и прочих препятствий, которые раньше заставили бы задуматься, а стоит ли отправляться в Сурское в темное время суток. Никольская гора, у восточного подножия которой течет река Сура, производит сказочное впечатление. Ее правильная форма наводит мысли о некой рукотворности, словно бы когда-то великаны насыпали здесь курган. Сказания ничего не говорят о том, как появилась эта гора, но как она стала святой, рассказывают. На рассвете орды кочевников поднялись вот на эту гору. Они смотрели вниз, желая сжечь и разграбить все окрестные селения. Но вдруг в лучах восходящего солнца появился лик Николая Угодника. Кочевники задрожали, они остановились, многие из них бросили оружие и разбежались. Остальные же спустились вниз и крестились. Так говорит народная легенда. Эту легенду вам охотно расскажет в любом сурском доме. Ее здесь знают практически все. Правда, за столетие ее существования история приобрела два устойчивых варианта. В одном кочевники стояли за сурой, желая переправиться, в другом выходили из-за горы. Однако, как нам кажется, даже сейчас рассвет на Никольской горе хранит отголоски появления в рассветных лучах самого почитаемого на Руси святого. К сожалению, все, что связано с православием, в Ульяновской области некогда активно уничтожалось. Пытались срыть и Никольскую гору. Однако с ней ничего поделать не удалось. К столетию Владимира Ильича Ленина советское правительство приняло решение уничтожить в Ульяновской области практически все церкви и святые места. И на эту гору тоже загнали трактор, который должен был сравнять ее с землей. Один мой знакомый рассказывал, что его дядя, будучи трактористом того самого, ну, злополучного, незлополучного трактора, когда эту гору решили сравнять, заехав на гору и уже приступив к работе, в какой-то момент трактор начал заваливаться и повис, в общем-то, на дереве, которое стояло вот где-то в этом месте. Ну, вот, можно видеть пенек, видимо, это от него еще. Мужчина тогда, ну, с криками, может, с молитвами, может, крестился даже, выскочил, в общем-то, из кабины трактора и сказал, что все, больше таким он делом заниматься не будет. И, ну, многие говорят, что, возможно, это был знак Божий, что не стоит заниматься этим, в общем-то, безбожным делом. История, в общем-то, в Сурчане все об этом случае знают, рассказывают из уст в уста. Да, и вот желающих, в общем, заниматься уже, сравнять эту человеческую память и место поклонения уже больше не нашлось. Это дерево тоже стало предметом поклонения. На него навязывали ленточки влюбленные молодожены, желая скрепить свой союз. Однако несколько лет назад деятели церкви приказали его спилить. Но местные жители все равно в этом месте продолжают привязывать ленточки на корни и окружающую пенек траву. 22 мая и 19 декабря на горе и под ней собираются тысячи паломников, чтобы поклониться покровителю путешественников, земледельцев и одному из защитников земли русской. Однако, по мнению гида и фотографа Дмитрия Илюшина, самые красивые рассветы на горе можно увидеть только осенью. Закаты же, в свою очередь, нужно смотреть летом. Это связано с погодой, температурой воздуха, местом захода солнца. Путешественник Дмитрий проводит на природе около 150 дней в году. Соответственно, практически в любой сезон я могу достаточно с точностью сказать, где будут свести что-то, где будет находиться рассвет, где может находиться какая листва, какая красота и прочее, прочее. История государства российского еще в 16 веке создавалась на территории будущей Ульяновской области. Славное в этом смысле место находится неподалеку от знаменитой Никольской горы, близ места, где в Суру впадает река Барыш. Это село Барышская Слобода. В 1900 году численность населения составляла около 7 тысяч человек. Именно сюда, по словам Дмитрия Илюшина, стекались войска Ивана Грозного для дальнейших походов на Казань. Кстати, благодаря этому Барышская Слобода и была основана. Кроме исторического интереса, это место вызывает интерес и у географов. Неподалеку за рекой находится самый южный край европейской тайги. Когда-то в постсоветские времена это была главная составляющая экономики Барышской Слободы. Многие в селе занимались лесозаготовками, другой работы не было. В начале 2000-х мост через Суру пострадал во время льдохода. С тех пор численность населения сильно упала. Сейчас в некогда славном и многолюдном селе проживает всего 300 с небольшим жителей. Однако люди здесь помнят свою историю. В школе, где учатся 13 ребят, работает прекрасный музей. Педагоги и жители села даже написали книгу по истории Барышской Слободы. Правда, пока не нашли издателя. Им есть что рассказать о прошлом села. Была мукомольная за Сурой, за Барышом у нас две речки, Барыш впадает в Суру. И дальше там мост был, за мостом это мельница была, граф Ребапьер, грязная фабрика была, труба вот осталась там. И здесь жители были. Потом начали хлеборобы были. 76 человек выселили в свое время, раскулачили их. В Среднюю Азию переехали даже до границ с Китаем. Жители находят множество интересных вещей, связанных с православием и историей. Хранители – местный священник и заведующий школьным музеем. Несмотря на малочисленность, сельчане активно восстанавливают церковь. В 30-е годы в здании было решено открыть школу, купол снесли. Как могли, спилили со стен выложенные кирпичом кресты, закрасили роспись на стенах, сожгли иконы, разрушили алтарь, сделали потолок, переделали отопительную систему. Дело в том, что печи храма топились в подвале. Наружу же выступали в виде колонн. Когда помещение разделили на классы, тепла этих печей перестало хватать, и в здании устроили несколько обычных галанок, попутно продыряя в крышу для труб. Потом в 70-х-80-х построили новую школу, а церковное здание забросили. Восстанавливать православную церковь начала пожилая женщина, жительница Барышской Слободы, ныне покойная, Лия Васильевна Илюхина. Она собирала деньги по округе, нанимала рабочих, чтобы убрать потолки, сломать галанки, починить полы. Наконец, епархия выделила в село священника. Теперь восстановлением церкви занимается он, а жители ему помогают. Батюшка, он, как сказать, он в царе был, потом перешел к нам. Сколько я вот года два здесь я нахожусь. Здесь вырубали все, жгли. Это Зина вон сейчас, она там тоже вырубать, все делать с мужем, кусять. Вокруг церкви еще несколько лет назад была непролазная чаща кустарников. Их мало вырубить, их нужно удалять с корнями, поэтому работа по расчистке площади перед Христо-Рождественским храмом растянулась на годы. Жители не умеют красиво рассказать о том великом деле, которое делают. Уникальная своей системой отопления здания – просто находка для студентов-архитекторов и историков. История села, описанная в пока не изданной жителями книге, тоже даст фору некоторым научным трудам. Если считать по экспонатам, то получается X век, потому что у нас здесь экспонаты есть и того времени. Но так как считается, что основание нашего села в 1552-м, но и на самом деле Иван Грозный был на нашей земле и параллельно основал еще два селения. Это АллатРь и Промзино-Городище. Но с тех пор считалась Барышская Слобода, но до этого Баранчею-Городище, считалась базой, военным форпостом нашей страны. Из Баранчеева-Городище, ныне Барышской Слободы, мы отправились в село Белый Ключ, по дороге заглянув на один из многочисленных святых родников, которых в округе немало. Здесь есть вся необходимая для отдыха и совершения православных обрядов инфраструктура. Столы и лавочки, закрытая и разделенная на две половины купель для омовения. Родники почти все обустроены одинаково, поэтому остановившись практически у любого, вы сможете выпить чистой воды и отдохнуть. Памятник, которому привез нас Дмитрий, уникален для всей России. Дело в том, что после отмены Александром II крепостного права, местные крестьяне без какого-либо приказа сверху устроили сбор средств и заказали в Петербурге памятник царю-освободителю. Проект утвердил лично Александр III, который в то время уже занял престол отца. Это произошло в 1888 году. Монумент увенчал церковную площадь в Белом ключе через 10 лет, в 1898. Простоять памятнику удалось всего 20 лет. В 1918 коммунисты сняли статую императора и увезли в неизвестном направлении. Постамент же простоял до 60-х годов 20 века, пока какой-то местный партийный начальник не обратил внимания, что на въезде в село стоит постамент с табличкой, на которой еще можно прочитать посвящение пусть и освободителю крестьян, но царю. Трактором постамент столкнули во враг. В 2010 году плиты, заказанные на крестьянские трудовые деньги в 19 веке, были найдены и памятник восстановлен. Правда, теперь рядом с ним нет церкви. Мы пообедали в Сурской столовой и отправились домой. Дорога от Ульяновска до Сурского изобилует интересными селами и красивыми местами. Тагай, некогда ханская ставка времен Золотой Орды, Пресланиха, родина художника Пластова, Языкова, поместье друзей Пушкина Языковых, Уренокарлинская, где еще сохранились колодцы журавли, старинный тайный язык ремесленников Пантюх и мастера русского кулачного стеношного боя. Усть-Тюрень, где недалеко от трассы есть очень красивое здание, в 19 веке бывшее фабрикой. Но все это пока осталось за кадром. Однако дни еще стоят теплые, и вы можете успеть встретить рассвет на Сурской горе и проехать там, где не побывали мы. Дороги в Ульяновской области теперь подходят для путешествий. Придорожный сервис в Ульяновской области пока оставляет желать лучшего. Однако дороги есть уже практически по всему региону. И в любой, даже самый отдаленный уголок, можно попасть благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кстати, пообедать на трассе вы сможете в 60 километрах от Ульяновска, близ села Пресланиха, либо в Усть-Тюрине, в 95 километрах от столицы региона. В следующем выпуске мы отправимся в Кузоватовский район. Ну и, как всегда, вас ждут легенды, сказания и необыкновенно красивые пейзажи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok